МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Дела коррупционные. Абаканский суд практически полностью оправдал бывшего главу Минсельхоза Хакасии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евросоюз приостановил на 4 месяца санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Жизнь взаймы. В Санкт-Петербурге состоялась акция протеста валютных заемщиков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из самых громких коррупционных дел этого года закрыто. Абаканский городской суд практически полностью оправдал бывшего министра сельского хозяйства Хакасии Ивана Вагнера. Напомним, Вагнер обвинялся сразу по нескольким статьям. Злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и незаконная предпринимательская деятельность. Сам экс-глава Минсельхоза Республики в начале прошлого года заявлял, цитата, «Если человеку власти не под уголовкой, он не человек». Конец цитаты. По версии следствия, Вагнер выделил ряду связанных с ним лиц, в том числе родственникам, более 2 миллиардов рублей. Это почти половина денег, заложенных в региональный бюджет на поддержку сельхозпроизводителей республики. Однако Вагнера признали виновным лишь в незаконной предпринимательской деятельности и оштрафовали его на 60 тысяч рублей. В итоге и это обвинение с бывшего главы Минсельхоза Хакасии сняли. Он попал под амнистию. Как отметили в агентстве Хакасия-Информ, «Судебно-правовая система России досконально разобралась в данном деле, отделив зерна от плевел и правду от вымысла». Конец цитаты. Вся администрация Хакасии, понятно, очень не хочет сдавать своего, в данном случае, бывшего министра. Тем более, что для них то, что человек, как они говорят, кормил семью, это считается нормой. А то, что существует конфликт интересов при принятии решений, им эта история совершенно непонятна. Им просто не объяснили еще, потому что раздавать госконтракты и госсубсидии своим родственникам – это плохо. Поэтому они считают, что к ним придрались за какую-то мелочь. Но раз все так делают, то почему именно этому конкретному нельзя? И поэтому они пытаются как-то выгородить этого товарища. Ну, например, под амнистию его отправить и так далее. На этой неделе отметился еще один чиновник, амнистированный после коррупционных скандалов. Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков назначен на пост индустриального директора по авиационной промышленности в госкорпорации Ростех. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новое назначение Сердюкова. По мнению Пескова, это дело корпорации, которая к Кремлю не имеет никакого отношения. В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отрицательно высказался о новом директоре Ростеха по авиапрому. Цитата. Назначение Сердюкова на пост индустриального директора по авиационному кластеру плевок всему общественному мнению. Конец цитаты. Напомним, что будучи министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял наблюдательный совет Ростеха, а в 2012 году после отставки был выведен из него. В интервью, опубликованном в газете Financial Times, глава FIFA Йозеф Блаттер заявил о фальсификации на выборах страны для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Он отметил, что Россия получила право на проведение турнира в результате тайной сделки. Коротко о других событиях в мире. Евросоюз приостановил на 4 месяца санкцию против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 170 физических лиц. В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что решение было принято в ответ на освобождение всех белорусских политзаключенных. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство видит связь между изменением политики кредитования Международного валютного фонда и украинским долгом. Министр отметил, что долг страны перед Россией не подлежит реструктуризации или списанию. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Коношенков назвал наивными сообщения западных СМИ о том, что большая часть российских авиаударов нацелена не на объекты исламского государства. Деятельность ИГИЛ запрещена в России. Командующий военно-морскими силами Китая адмирал У Шэн Ли предупредил США о возможности начала вооруженного конфликта. Поводом для этого стал проход эсминцев флота США в Южно-Китайском море. Это действие было расценено как провокация и нарушение суверенитета Китая. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров заявил, что на внеочередных парламентских выборах в Турции необходимо более активное участие международных наблюдателей. Глава комиссии отметил, что сам факт назначения повторного голосования через месяц после уже состоявшегося должен был привлечь внимание ОБСЕ. В Санкт-Петербурге состоялась протестная акция валютных заемщиков. Ее участники потребовали призвать к ответственности руководство Юникредитбанка. Подробнее расскажет Никита Попов. Банк Юникредит, который недавно был включен в список 10 системно значимых, проигнорировал рекомендацию Центробанка пойти навстречу заемщикам и рефинансировать их кредиты по курсу на 1 октября прошлого года. Люди возмущены нежеланием банка искать выход из ситуации, в которой они оказались в результате отмены валютного коридора в ноябре 2014-го. Платежи выросли в два раза и стали неподъемными для заемщиков. Такие платежи непосильны. Ну и кроме того, сейчас надо понимать, что продолжает назревать, нарастать кризис. И многие люди, кто-то теряет работу, доходы снижаются, цены растут. Платежи за жилье становятся непосильными, неподъемными. То есть если платить полностью в банк, те деньги, которые необходимы по договору, у людей не остается денег на жизнь, на детей и так далее, и так далее. Еще больше граждане возмутились после заявления председателя правления Юникредитбанка. В эфире одного из телеканалов он отметил, что на прием к нему можно попасть в любое время, по талончикам. Однако заемщики уже год безуспешно пытаются добиться встречи с руководством банка. Банки с нами на диалог не идут. Банки руководствуются исключительно получением прибыли. То есть их задача сейчас с людей взять все, что можно. Поэтому их бизнес, он абсолютно негуманный, он не социально ориентированный. Но ипотека это все-таки не просто кредит, это все-таки покупка жилья. Это что-то социальное. Правление банка считает, что народные выступления проплачены конкурентами, а целью протестов является шантаж. Тем временем Всероссийское движение валютных заемщиков продолжает добиваться принятия законодательного акта, позволяющего снизить бремя валютных рисков, которые несут на своих плечах пострадавшие граждане. Никита Попов, Красная линия. Жители аварийного дома в Ижевске возмущены действиями предпринимателей. Дом на улице Пушкинской был построен в 40-е годы прошлого века. Покой его жильцов несколько лет назад был нарушен. На первом этаже появился магазин. При этом его владелице распорядилось снести часть стен здания, которые являлись несущими конструкциями. Из-за этого появились трещины, как на фасаде здания, так и в квартирах. Трещины пошли у людей в холодильниках под окнами, на стенах. Пошел перекос обоев. Одна сторона выше, другая ниже. Когда пришли к нам проверяющие, они сказали просто, что в квартире давно не делался ремонт. Жильцы дома на Пушкинской в буквальном смысле боятся засыпать. Им кажется, что здание в одночасье может рухнуть. Все выше находящиеся квартиры, они висят на каких-то тоненьких подпорочках над этим магазином. Что чревато, конечно, тем, что дом может обрушиться, и могут обрушиться эти квартиры на первый этаж. Как выяснилось, реконструкция здания не была утверждена в жилищной инспекции. А значит, снос стен незаконен. Мы запрашивали министерство, прокуратуру, и здесь прямо так и указано, что сообщаем вам, что никаких либо разрешений на реконструкцию не выдавалось. Жильцы планируют подавать судебный иск к владелице магазина. Но сколько времени займет ремонт теперь уже аварийного здания, и будет ли он проводиться, вообще неизвестно. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.